Играет музыка Ломают себе или не дают формированию правильной техники Объясню почему Ну прежде всего Прямо начинаем со старта Они принимают исходное положение Накрыв плечами происходит И потом стараются в течение всего подъема Накрыв этот сохранить И тем самым получается Что в районе колен Они это веско Пути обводят Обводят колени И получается Движение штанги не по прямой Ведь на самом деле Траектория движения штанги Она должна быть даже в этом месте Наоборот уходить в эту сторону А получается что Новичок как раз поднимает наоборот В противоположную сторону Он входит в этом месте колени И по мере увеличения штанги Это становится все более и более Привлематично Потому что ему конкретно мешают колени В подъеме штанги И существует такое выражение в тяжелоатлетике Убирай колени То есть мы во время подъема Начинаем движение не С того что Выпрямляем ноги в тазобеданном суставе А начинаем прежде всего движение С того что мы убираем ноги С хода штанги Ой не ноги а колени То есть мы вот таким вот образом Выпрямляем ноги Убираем колени с хода штанги И в итоге Убирая колени Спортсмен Ведь в это время Все это время сохраняет Угол спины Приблизительно в одном и том же положении Получается что накрывая на старте плечами После того как он убрал колени У него накрыв уже становится не плечами А я все время говорю своим ученикам Накрыв получается грудью Вот эти места И таким образом в итоге Выходя к подрыву Получается эффективный подрыв Амортизационный подсек И работа ног и спины Теперь поговорим Как правильно принимать исходное положение При подъеме штанги С веса выше колен Рыбковое или толчковое упражнение Неважно И начнем с исходного положения Естественно При принимая исходное положение С веса выше колен Как я только что Рассказывал В предыдущем видео Про положение У колен Мы должны накрывать грудью Но зачастую спортсмены Принимают положение Точно такое же Как на старте То есть накрывают Только плечами Вот они стоят В прямой стойке И опускаются Опускаются И все что они выполняют В подъеме Это проводят по ногам Резко выпрямляются И поднимают на грудь Если берем Толчковое упражнение Естественно Ни о каком подрыве Ведь тут не идет речь Просто спортсмен Быстро управляет ноги И все И даже если он захочется Выполнить амортизационный подсек То у него он не получится Потому что Находясь вот в этом положении Вот я сейчас накрываю плечами Находясь в этом положении Ему надо Перед подрывом Начать совершать Амортизационный подсек А это происходит За счет подведения коленей А у него Ну По подводе колени Спина должна Немножко разгибаться А у него и без того Спина находится В довольно таки В вертикальном положении То есть получается У него Чуть ли не Вот Практически в вертикальном положении Она будет находиться И в итоге все равно Подрыва не получится И там И удержание будет Не очень удобно Потому что штанга Будет находиться Впереди Очень сильно Впереди Спортсмена А естественно Как я уже и рассказывал Только в этом положении Спортсмену будет удобно Комфортно И максимально эффективно Выполнить амортизационный подсек Подходя к подрыву Он начнет подводить колени Под Гриф штанги При этом спина будет еще Находиться в небольшом наклоне И уже совершая Финальный разгон Вместе со спиной Которая максимально Сокращается Не в вертикальном положении Как мы Ну как некоторые думают А с небольшим Пригибанием назад Так вот Это была теория Сейчас переходим к практике Как же все-таки Принять правильное Исходное положение И прежде всего Я и ребятам рассказываю И сам так выполняю Принимая исходное положение Мы начинаем С наклона То есть мы просто наклоняем спину Стоим в прямой стойке И наклоняем спину Ноги сгибаем только тогда Когда мы понимаем Что нас очень сильно Начинает тянуть на носки Естественно При Конечном принятии Исходного положения То есть у колен Мы должны понимать Что Мы должны стоять На полной стопе Даже опора Должна быть больше Идти на пятки Мы даже можем Немножко поиграть Носочками в этом положении И приняв в этом положении Как раз И это и будет Правильное исходное положение Ну в общем-то и все И естественно Нужно следить за тем Чтобы во время подъема В подрыве Вы совершали Амортизационный подсед И подрыв был эффективен Сейчас я продемонстрирую В небольшом месте Встаем в прямую стойку Делаю наклон Понимаю, что Вот в этом месте Меня начинает сильно Тянуть вперед Сгибаю ноги И таким образом Принимаю исходное положение Еще я советую Спортсменам Принимать это положение Не рывково Таким образным Опусканием И без остановки То есть они Как правило Берут, опускаются И сразу начинают поднимать Опускаются и поднимают То есть получается у них Если смотреть на колено У них получается Исходное положение Иногда здесь Иногда здесь То есть они Не чувствуют Не ощущают Одну и ту Правильную позицию При которой у нас идет Наработка Потому что Прикладываем усилия По противной расстоянии Так или иначе Все равно Это влияет на подъем И желательно Естественно Делать остановку Паузу Остановиться Понять, что вы приняли Одно то Единственное правильное Положение В которое всегда Встаете И тогда уже начинать Подъем Приняли положение И начинаем подъем С хорошим подрывом Развернусь немного Чтобы было видно Вместо подрыва Обращаю внимание Начинаем подъем Не с отведения ног А сначала двигаемся По ногам По бедрам И только возле подрыва Начинаем делать Само взрывное движение Прилагаем 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 Подпили